Так, приехали в Донецк, значит сейчас 11 часов киевского времени, а с Углидаром мы выехали в 7. Вот дорога в итоге у нас заняла 4 часа. 4 часа и это потратили 45 гривен и 150 рублей на человека. Значит в основном ехали конечно туда пенсионеры, люди пожилого возраста и знаете, каждая такая остановочка, там собрали документы, ждем минут 5-10. Каждый дает свой совет, как ускорить этот процесс, причем не важно, что водитель маршрутки, каждый день последние лет 5 ездит, они ездят туда в лучшем случае раз в 2 месяца, раз в полгода, но они знают лучше, как быстрее все это пройти. В общем, что я хочу вам сказать, если будете ехать, то что вам говорит водитель, то и делайте. Сказал, собрали паспорта, сдали и заткнулись, и не вякайте. И тогда все это реально будет быстро. Так, вместе с нами маршруточки ехала интересная бабуля, немного глуховатая. Ну, зато вся маршрутка узнала, как надо действовать, если вы захотели в туалет, и если хотите писать. Так вот, она еще до выезда с Курахова, как она сказала, приняла две какие-то таблетки, и теперь писать не хочет. Говорит, я аж теперь когда назад поеду, тогда пописяю. Причем, когда ей сказали, женщина, нам мне это не очень интересно знать, она все в деталях описала. В общем, нам было очень весело и интересно. Если вы знаете какие-то таблеточки, пишите в описании. Я думал, есть мочегонные какие-то, у нее наоборот, укрепляющие. Ну, в общем, было нам интересно. Вот интересная витринка такая, магазина Стрекоза. Это никакой не экран, а просто такие тканевые наклейки. А вот и гостиница Великобритания. В этом году я в Великобритании не был и, наверное, уже не попаду. Ну, Ленин, живее всех живых. На проспект Платухуна. Последний раз я тут был еще в июне. А сейчас уже середина декабря. Вон там вот универ, где я учился. Нет, это общага, а универ дальше. Его сейчас не видно. Это улица Чельдюрстенцев. Приехали на ЖД вокзал. Вот, видим только новый терминал. А основное здание в тумане не видно. Зато посмотрите, какая парковочка. Да, я помню, она только-только открылась. Вот это была вторая парковка и там первая. И в эксплуатацию так и не введена. Даже бетонные блоки уже полностью развалились. В общем, планы изменились. А так все без изменений. Все стабильно. В этот раз в Донецке были недолго. Вот уже приехали на Южный автовокзал. Купил себе. Вот как золо. И меня надурили на 5 рублей. На ценнике было 75, а мне сказали, что стоят 80. Сели в автобус. Сел на самом козырном месте. На служебном. Пол восьмого утра. Людей уже полно. Все на блокпосты едут. Вот. Целый парк тут сделали. В общем, стоим на таможне уже 4 часа. Захотелось кушать. Иду за чебуреками. Лавочки тут. И урны. Ну, а что вы хотите? 5 лет уже все-таки. Граница у нас тут действует. Вот. Организовано питание. Возле блокпоста. Так, в общем, такая поездочка в Донецк оказалась короткой. Только приехали, зашли в одно учреждение, в которое мы направлялись. А потом уже стемнело. И нечего было снимать. И уехали утречком назад. Вот и все. Вот такой вот тут ассортимент. Пирожочки можно покушать. Ой, даже пиццу. А я жду чебурек за 35. Так. Отстоял очередь за чебуреками. Вот взял 3 штуки. Один стоит 35 рублей. В общем, пока стоял в очереди. Чебуреки жарятся прям при нас, горячие. Но есть также и уже готовая продукция. Там пирожки всякие, котлеты. Подходит одна женщина. Говорит, дайте... Ну, без очереди за готовой продукцией. Говорит, дайте мне какую-нибудь котлету. Та говорит, какой, говорит, отвечает покупатель. Говорит, не любую, я собакам. Та говорит, каким еще собакам? Ей отвечают. Какая вам разница? Кому я это покупаю? Давайте мне дай все. В общем, слово за слово. Начали они друг на друга орать. Короче, отвлекли продавщицу. Не на 5 секунд, как планировалось, а минуты на 2. А то и обе шли психованные. Вот такие вот есть любители собак. Ну, естественно, рядом с Чебуречной, как вы поняли, бегает небольшая стайка бродячих собак. Вот такая вот история. В пол второго дня только приехал в Угледар. При том, что выехал с Южного автовокзала в пол восьмого утра. Ну, и того дорога заняла в сумме где-то 6 часов. Причем раньше дорога от Угледара до Донецка занимала минут 40-50. А сейчас 6 часов. Ну, и получается в сумме 5 часов простоял на ДНРовском и Украинском блокпосту. Вот так вот. Вот так мы сейчас ездим. Из Украины в Донецк.